доброе утро всем 16 мая ребята наблюдаем долгожданное время наступления рестарта зеленая полосочка очень радует 34 часа рестарт все у меня появилось новых 70 часов и сейчас я буду двигать я простоях тут честно говоря промучился замучился отдыхать ну сейчас двинем вперед так топливо полный бак д в полный бак давление окей двигатель прорез в общем пты сделано и сейчас я ее отмечу типа я его сделал или вернее начинаю делать и 4 15 приблизительно в 4 10 тронусь в путь всех желающих проехаться со мной приглашаю в трак и будем наблюдать вместе чё тут такого интересного на дороге может быть а может и не случится что-то попадется буду снимать это чтобы увидели другие ну так вот начинаем новый рабочий день желаю всем нам в этой кабине удачи ничего не случилось плохого на дороге главное закрытых весовых у меня груз там конечно еще надо заехать и взвеситься будем выдвигаться и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok И по ней я доберусь до 80-ки и дальше уже по 80-е на запад Продолжаем ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Движемся ДимаTorzok 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 Проблемы с этим ДимаTorzok 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 Дорога сильно покрученная Влево, вправо, вправо, влево, вверх, вниз Здесь Вот так Вот так Сейчас придется мне остановиться, открылся холодильник на ходу, там один идиот подлез под машину, пришлось резко тормознуть, открылся холодильник, я забыл ее замкнуть, блин, и все повысыпалось на пик, беда, встаем. Вот что, нафиг, повылетало, сейчас закроем, так, доехал до весовой, заехал, вернее не до весовой, до пайлота, есть, кейл заехал, взвесился, пошел, получил тикет, от удивления и ужаса, у меня волосы на жопе дыбом стали, и спина взмокрела, причину демонстрирую, ну, короче, хана, все, что делать, ума не приложу, дальше ехать нельзя. Друзья, если меня остановят на весовой, беда, сразу тикет выпишут где-то на 3-3,5 тысячи, это раз, а второе, вызовут мне команду ламперов, которые перегрузят мне часть груза на зад трейлера, и им еще заплачу где-то полторы штуки, ну, этого пятерик, то есть, вся моя поездка, козе под хвост, вот так, да еще и поинт заработаю на рекорд, вот это весело, вот так грузят, блин, и главное, там не было нигде весовой, когда я уже выехал где-то в миль 50, а может быть больше отъехал, мне диспетчер прислал фотку, там 17 миль, или 12 миль, от места загрузки весовая была, но я ее не увидел, когда смотрел на карте, ну, вот так вот, вот так мы ездим, а так мы платим, а так мы зарабатываем, да, не знаю, что делать, стою пока, просматриваю весовые, может быть, как-то объехать, но, что-то мне очень-очень это тревожно, после некоторых процедур расскажу потом, удалось изменить вес, на драйве получил я 32 380, на трейлере 33 640, оставлю так, как есть, хотя можно было еще передать где-то примерно 250 паундов на драйвинг, но я оставлю, в общем-то, это пока так, без изменений, а потом посмотрю дальше, как оно будет, все, я выезжаю, вот так, потерял времени, он кучу, ну, едем. Рассказываю, что произошло, и как это исправил, ну, опытные водители, конечно, знают, а мне пришлось это сделать впервые, значит, почему изменился вес, очень просто, скорость у меня, ну, более 65, где-то, около 70. Впереди трак с трейлером, он идет медленно, я начинаю ее обгонять, в левую полосу выстроился, впереди легковые машины, и вдруг один из легковиков начинает тормозить, по непонятным причинам, вообще, что, ну, то ли скорость ему большая показалась, то ли еще чего испугался, но у меня тормознул прямо перед носом, естественно, мне пришлось тормозить экстренно, я тормознул, у меня тут все полетело вперед, и, естественно, и груз сдвинулся в трейлере. Груз сыпучий, это крупы какие-то, большие мешки, я вам показывал. Все это подвинулось вперед, и, естественно, сразу у меня 5000 паундов перевеса на ведущих осях. Вот так вот, пломба стоит. Снимать пломбу нельзя, что делать, блин? Так вот, опытный водитель, мой бывший наставник и учитель, подсказал мне, что сделать, говорит, Валентин, посмотри, чтоб сзади у тебя никого не было, и было расстояние метров 10, лучше больше, метров 15, свободных, проедь вперед, Задним ходом разгони машину и тормозни, груз посунется назад. Проверь на весах, на трейлерных. И так постепенно, несколько раз, сначала мягко, если не помогает, более жестко. Проделай эту процедуру, и ты подвинешь груз. Главное, чтобы мешки там не порассыпались эти, не перевернулись. И тогда все будет окей. Если это произойдет, ну, там будут какие-то неприятности с ресивером. Но это будет меньше стоить, чем цифра, которую я вам озвучил. В общем, так, я добился того, что я выровнял груз, так, как я вам показал. Значит, я пять раз делал такое смещение, один раз жестко, четыре раза более мягко. Ну, и получил то, что я вам показал в скейл-тикете. Еду, надеюсь, что я доеду, и ничего больше не случится. Никаких резких торможений мне не придется делать. Иначе опять искать весовую, то есть весы взвешиваться перед ночью. Вы поняли, я потерял много времени, где-то часа два. Стоял, ждал, пока мне позвонит мой диспетчер. Но он так и не позвонил. И тогда я обратился к своему бывшему наставнику. Вот такие вот дела. Опытные водители знают, как называется этот способ. Как-то называется русский перегруз или русское смещение. Ну, в общем, как-то так. Я не запомнил, как она заливает. В общем-то, волновался. Ну, все. Еду. Бог не выдаст, и свинья не съест. Вперед! Вот там горло, вот такой мост. Где живут? Ничей не 50. Еле сунусь. Вот такое вот жилье. Вот такое вот жилье. Это 80-й фей-вей. Движемся в Толена. На запад. А на Толена аж 84 мили. Ну, мы их, наверное, преодолеем. А потом дальше. Ехать не еще. Ого, сколько мне ехать? Слушайте, посмотрите. Ну, шесть часов до перерыва. Ну, а я столько ехать не буду, наверное. Проеду часика 4. Остановлюсь. А потом доеду еще трошки. Всего езды 7 с половиной часов. Я тут, по-моему, останавливался, если память не изменяет, когда сюда ехал, на этой плазе. Уже перерывы. Они все такие одинаковые. Такие похожие. Люди живут. Вот бочку. Вот как будто. Продолжаем движение. Траком только две линии. Потом мы-то вроде так и едем. Сейчас перестроимся. Никому не дразнить. Скоро 7 сентября. Это вот строительные вот эти работы. Это просто, конечно, задалку. Ну да, ремонтировать дорогу надо. Но если ремонтировать, так ремонтировать. А то столбиков насмолили. Значок повесили. С петлями 50. И все. И никто ничего не делает. Вот это вот. А такая вот. Е3. Извините. Езда. Когда я ехал на восток, там стоял ночор. С 14-го числа, по-моему, начнутся строительные работы. То есть ремонтные работы. Или строительные. Дорожные работы. И вот они начались. Вот это вот так вот их начали. Главное знать и расставить. И все. У людей время отбирать за превышение штрафы выписывать. А делать нифига. Вот какую-то там полосочку проложили. И все. И бычки поставили. Столбики. И все. Не понимаю. Едем. Ограничение скорости. 50-го. Примерно так и едем. Но ничего не происходит. Двигаемся вперед. Это 80-ка. без плохого. Ну, мухи опять забили все стекло. Только помыл. вот такое оно уже едем. Все. Продвигаемся. Давление на ведущих 51-м. Это очень хорошо. Надеюсь, там ничего никуда не подвинулось. через пару часов восстановлюсь перекурить. Ох, как интересно. Деревья какие. Это яблони. Вот такие вот прокрученные. Цветут. Все белое цветут. Как это я них так делаешь? Ветки опускают вниз. Да. Я думаю, это яблони. Похоже. Продвигаемся вперед. Опять платить. Опять платить. Опять платить. Опять платить. Опять платить. Продолжение следует... 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 Ура! Такая вот радость Навстречу Там вообще Пресс такой Не знаю, что случилось Два трака сломалось на дороге стоят Не успел снять это Ой, боже мой Люди вот это подъезжают Они даже не знают, что их ожидают Вот тут на этой дороге ограничение 55 Какого Рожна вот это вот Вот такое ограничение Не понятно Это уже Иллинойзе Вот Еще Хвост Хорошо хоть бы на этой стороне Там парня сложила Поперек дороги стоит Людям неприятностей Да Да Грязно Если доеду до места Если доеду до места Я остановлюсь Обязательно побою Ох Ох Насколько это рассчитывалось Да Вот такая вот листа Все, ребята На сегодня достаточно Осталось у меня 249 миль На завтра Я остановился Сейчас без пяти шесть У меня еще время в запасе есть Посмотрим сколько У меня еще даже 57 минут Осталось На драйвинг Ну Куда торопиться Ну все, ну доедем Это был Шестнадцатый день Последнего Месяца весны С вами был Некруглый колесо Я, наверное Ник поменяю Чтобы Евгению В этом Мозги перемкнуло Чтобы он там Что-нибудь такое Новое Придумывал Ну А вообще-то Хер на него Все До завтра Завтра будет новый день 17 мая Возможно он будет Не такой волнительный Для меня Как сегодня Но я понервничал Конечно Из-за этого груза Из-за этого перегруза Из-за этих всех Подвижек Но Все обошлось Впереди у меня еще будет Одна весовая Но это завтра Всем бай Сеатаморо